Туманы – такая же достопримечательность Лондона, как Биг Бен или Тауэр. Чарльз Диккенс называл их частью личности Лондона. Однако в середине 20 века вдруг выяснилось, что это природное явление может быть не только очень романтичным, но и смертельно опасным. Смог, который накрыл столицу Великобритании в пятницу 5 декабря 1952 года, не походил на обычный. Он был не белым, а желтым и таким густым, что люди на улицах не могли разглядеть даже собственные ботинки. Лондонские газетчики в шутку прозвали его гороховым супом. Только супчик этот оказался ядовитым. Он унес жизни нескольких тысяч человек. Обычно зима в столице Великобритании мягкая, но в тот год уже в ноябре температура резко упала, а в декабре установились настоящие морозы. Из-за этого лондонцам приходилось чаще подбрасывать уголь в свои камины. Это привело к увеличению выбросов в атмосферу вредных веществ, оксидов углерода и серы. Они образуются при сгорании даже качественного угля. Но в послевоенное кризисное время он шел на экспорт. Внутри страны использовали, как правило, более дешевый уголь, который содержал много примесей серы. Поэтому дым от него получался более едким. Им топили не только простые лондонцы. На таком же угле работали четыре электростанции, которые находились в черте города. Свою лепту в загрязнение воздуха вносили также промышленные предприятия и автомобили. Тем более, что незадолго до этого все трамваи в Лондоне были заменены на автобусы с дизельными двигателями. Разумеется, все эти камины, электростанции, фабрики, автобусы дымили не только 5 декабря 1952 года. Однако в другие дни ветер хоть как-то разгонял горь, гарь и копоть. А 4 декабря в Лондон пришел антициклон. Установилась морозная безветренная погода и столица Великобритании накрыл холодный туман. В нем начали скапливаться неимевшие выхода вредные выбросы. С каждым днем их концентрация росла и постепенно ситуация стала опасной. Многие люди на улицу выходили только в специальных масках из марли, а те, у кого их не было, закрывали лица платками и шарфами. Однако это плохо помогало, дышать было нечем. К вечеру пятницы туман сгустился настолько, что видимость сократилась до 5 метров. Пришлось остановить работу общественного транспорта, исключением было только метро. Некоторые горожане, выйдя с работы, с трудом нашли дорогу домой и приходилось идти, держась за стены домов. В субботу 6 декабря в театре Седлер Веллс на середине прервали постановку оперы Травиата, потому как все зрители начали кашлять. К тому же густой едкий туман настолько заполонил зал, что увидев сцену с галерки, стало практически невозможно. Были отменены и другие концерты, прекращена демонстрация кинофильмов. Впрочем, людям и так было не до выселения. Количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями достигло 4000 человек. Хуже всего было то, что вскоре перестала функционировать скорая помощь. Так что лондонцам приходилось самостоятельно добираться до больниц. И многие не успевали, задыхались по дороге. Газеты писали, что у гробовщиков закончились гробы, а у торговцев цветами траурные венки. К счастью, 9 декабря пришел циклон, и ветер разогнал ядовитый туман над Лондоном. Однако англичане не спешили забыть о Великом Смоге, как о страшном сне. Его причины и последствия разбирались в парламенте. В феврале 1953 года подполковник Липтон, выступая в палате общин, сообщил, что по его данным, из-за смога умерло 6000 человек, а 25000 взяли больничные. Большинство смертей было вызвано бронхопневмонией и острым гнойным бронхитом. А они, в свою очередь, возникли под давлением смога. Дальнейшие исследования показали, что желтый туман унес 12 тысяч жизней, а различные болезни дыхательных путей были диагностированы у 100 тысяч человек. По мнению экспертов, главным виновником был ядовитый сернистый газ из печных труб Лондона. До этой катастрофы британские власти не задумывались о последствиях загрязнения окружающей среды, но случившееся подтолкнуло их к изменению нескольких экологических законов. В частности, в 1956 году был принят закон о чистом воздухе. Он запрещал топить углем. Британские электростанции стали срочно переводить на другие виды топлива. А гражданам были выделены субсидии на переоборудование домашних угольных печей. Статья подготовлена Мариной Викторовой, публикуется в журнале «Загадки. История», номер 13 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.